Привет. Я думаю, у многих бывает такой момент, как это собрать. У меня, по крайней мере, бывает, и мне всегда не хватает подобных видео. Здесь, конечно, есть инструкция по применению. Вот. Покрутил одну сторону и досталось. Да, это у нас Китфорд Блендер КТ-1312. Ещё раз засунем. Но оно не случилось. Да, тут есть пазы. И теперь я их увидела. Короче, внутри есть пазы. Стрелочка к стрелочке. Вот с этим у меня тоже всегда проблема есть. Вот крутится он и крутится. Сейчас попробуем что-нибудь сюда залить. Благодаря ему можно сделать вообще из сухого молока мокрое. Но производитель запрещает жидкость до 60 градусов Цельсия сюда заливать. Я прям не представляю, что в такой блендер можно горячее залить. 10 грамм молока из стакана воды. Да, это может быть ещё и кофемолка. Собери меня называется. С кофемолкой, мне кажется, будет немножко легче. Хотя, как знать. Так-то вроде вот не падает. И бутылочка, у которой если что-то можно вот так вот закрутить, будет тебе счастье. взять за ручку и тащить. Как бы советуется 10 грамм, примерно чайная ложка на стакан. Но тут молоко такое, что не в каждом супом молоке хватает 10 грамм на стакан. Мне напрягает, что он просто вынимается. Мне кажется, что там, наверное, что-то не так стало. Стакан, кстати, тут 0 литр. Ну, чуть больше, конечно. Но минимальный, максимальный объём. 10 миллилитров. У нас здесь фильтрованная вода. Ну, как бы никуда не двигается. Крышечка. У неё, кстати, мерный стаканчик тут. Ну, до 25 миллилитров. Крышечка такая. Ставь меня, если сможешь. Как бы она крутится внутри. Если ты, зритель, привык, допустим, к блендеру браун, как вот у меня, то немножко странненько будет это выглядеть. Но оно входит намного удобнее, быстрее, чем, допустим, на моём блендере браун. Ну, и скоростей тут, конечно, меньше и мощность 450 ватт. Ну, это как бы запасной вариант, если что. Если вдруг мой блендер браун решит заболеть. Или так вот что-то захочется сделать чуть поменьше объёма, потому что в брауне у меня на 2 литра чаша. Тут у нас есть пульс и малая скорость и большая скорость. Смотри-ка, всё намного проще, чем я думала. И, действительно, чаша никуда не сдвигается, как поставил треугольничек на треугольничек. Так и будет. Да, этот рецепт я отсюда, конечно, взяла. Тут несколько таких рецептиков разных есть. Вообще инструкцию можно скачать с сайта Китфор при желании. Тут можно и картофельное пюре сделать, и фруктовый коктейль. И восстановленное молоко, вот как раз сейчас мы с тобой сделали восстановленное молоко. Налейте в чашу 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Включите малую скорость и перемешайте в течение 20 секунд. Я посчитала до 20, правда на большой скорости это смешивала, но он с пеной вышел. Практически мороженое добавить и будет молочный. Кстати, у меня не то чтобы мороженое, но уже потарил все такое мороженое есть. В инстаграме я на днях тут скидывала буквально вчера. Называется, угадайте кто. Тут, ну, такое густенькое стало. Короче, тут у нас даже жире, наверное, получилось или не жире. Семена тулси, короб слабой обжарки, сливки 30% и красная смородина желе. Вообще советуется снимать вот купачок, в процессе можно добавлять. Но, я думаю, мне сейчас удобнее снять просто крышку полностью. Так, в принципе, удобно снимается. А это у нас пульс был. Или импульс. Пока вот держишь кнопочку, так он и есть. Снимается легко. Вот в этом, наверное, как бы может даже плюс. В отличии от моего, допустим, брауна. Там надо покрутить. Но, с другой стороны, меня сначала это напрягало. Тут немножко так взбилось от пульса-то. Из сухого молока. Домашнего мороженого. Сейчас посмотрим, что у нас тут вышло. Сладко очень. Такой вот слегка жидкий молочный коктейль. В принципе, если бы мороженое было не талом, а все-таки из морозилки. У меня там бананы лежат еще в морозилке. Может, получился бы конкретно такой коктейль. Но, в принципе, нормально так. Смузи такое. С задачей своей справился. Можем попробовать сейчас на саму очистку. Немножко дольем водичкой. Возьмем. Хотя вот даже чисто берешь и подстрою суешь, он уже вполне себе омывается. Но нам же с тобой интересно, я думаю. Попробуем сейчас. Смотри-ка, еще что-то получилось. Если бы вода была не из-под крана, а фильтрованная хотя бы, можно было бы это тоже куда-то пустить. Но, я думаю, лучше просто его все-таки помыть, разобрать и просушить. Соберем бутылочку. У меня, кстати, такая проблема. Может, ты более просвещенный зритель. Я так и не врубилась, а в инструкции не написано. Как ее открывать, эту бутылочку? Вот я вроде как поняла, что вот эту фиговину она слегка как бы вылазит. Дай мне знать в камен-то. Если я к этому времени еще не разберусь, то хотя бы твой камен прочитаю. Так вот ее можно взять. Ну, видишь же, вот. Ниту беру. Ниту беру. Тут где-то должна быть, наверное, стрелочка. Да, вот та стрелочка. Ну, что-то оно как-то у нас не двигается. Ну, сейчас попробуем. У меня тут есть черника и бананчик. Вот у этого, по-моему, ножики не достаются. Но, в принципе, тут мыть удобно. Это у стакана как бы не открутишь попку. Она на 600 миллилитров, но чуть-чуть побольше. Тут тоже до конца лучше не забивать. Хорошая, кстати, вот дырочка в этой бутылочке. Столовая ложка спокойно входит и выходит. Если надо что-то такое положить. Сейчас немножко водички варим. Даже, может быть, немножко крила водички. Сейчас попробуем, потому что треугольничек у меня как-то не совмещается с треугольничком. Да, вот не включается. Смотри-ка. Ну, оно не щелкнул. А, вот, защелкнулся. Смотри-ка. Если постараться, то защелкнется. Ну, что, давай. Магонаверно практически. Особенно на второй-то скорости. На пульсик. Вот теперь будет проблема его извлечь. Во! Повернул слегка, оно щелкнуло. И можно перевернуть. И закрыть крышечкой. Я как раз отсобираюсь потом. Тут, в принципе, все, кроме кофемолки, обладает системой самоочистки. Ну, и в кофемолку максимум 50 грамм можно совать. Вот у меня кофе. Бути-дорет. Кота. Сейчас мы попробуем ее ставить. Здесь вот тоже треугольник. Во! Треугольник и стрелочка. Сейчас посмотрим, как оно у нас. Мне кажется, в ней арахис хорошо будет измельчать, как раз на арахисовую пасту. Смотри-ка, зритель. Да, кстати, давай попробуем, что у нас тут вышло. Очень даже хороший смузи, несмотря на то, что я воды туда прилично налила. И все хорошо измельчилось. Вот такой у меня обзор хитварда блендера. Три в одном, можно сказать. И кофемолка, и бутылочка для смузи. Take and shake. Или shake and take. И сам блендер на целый литр. Блендер КТ1312. Всем спасибо за просмотр. Если у вас что-то подобное есть, вы таким уже пользовались. Или у вас есть какие-то супер рецепты для всего этого. Буду рада посчитать ваши комментарии. Всем пока. Не забудь поставить палец кверху.